здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале эленбрук и я очень рада что вы опять заглянули ко мне в гости сегодня будет вкусная тема будем с вами готовить заливной пирог с зеленым луком после зимы это всегда очень долгожданное блюдо у нас дома ну и конечно же на протяжении сезона мы тоже несколько раз его готовим поскольку это очень вкусно сытно и даже красиво поэтому не буду больше затягивать нажимайте на колокольчик подписывайтесь и не забудьте поделиться этим видео в соцсетях и начинаем готовить друзья итак друзья мои приступаем все ингредиенты для нашей начинки перед вами на экране нам понадобится прежде всего большой пучок лука и 4 яйца что же мы делаем нарезаем лук вот так как вы видите на экране также можно добавить разную зелень укроп или петрушку теперь нам нужно порезать яйца можно их также стереть на крупной терке добавляем яйца в лук к этому сметану или масло можно и то и то и перемешиваем наша начинка готова приступаем к заливке прежде всего берем яйца и посмотрите все ингредиенты которые нам будут нужны добавляем один белок дополнительно в заливку и желток оставляем для смазки теперь венчиком взбиваем яйца добавляем соль размешиваем сметану также размешиваем кефир лучше всего комнатной температуры разрыхлитель растительное масло и все это перемешиваем теперь добавляем муку постепенно чтобы не было комочков размешиваем и досыпаем муку очень важно чтобы тесто было однородной консистенции вот до такого состояния форму смазываем жиром посыпаем толченными сухарями также по бортикам и теперь наливаем половину нашей заливки и ровным слоем распределяем по дну формы следующий этап это выкладываем нашу начинку и теперь выливаем оставшуюся вторую часть заливки и также ровненько распределяем по поверхности теперь делаем смазку для этого нам нужен желток и одна столовая ложка сметаны все хорошенько перемешиваем и теперь смазываем наш пирог сверху чтобы на нем получилась красивая золотистая корочка в результате и после этого помещаем наш пирог в духовку и при температуре 180 200 градусов выпекаем до готовности вот такой пирог получается в итоге посмотрите из бачков и сверху очень хорошо пропекся и сейчас посмотрим что у нас получилось вуаля вот такая красотища в разрезе как видите пирог высокий пышный с золотистой корочкой ароматный и очень-очень вкусный пирог получился ароматный вкусный сытный ну чего еще можно желать от такого блюда поэтому друзья мои желаю всем приятного аппетита до новых встреч в новых роликах уже совсем-совсем скоро и не забывайте поделиться этим рецептом в соцсетях пока пока друзья субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...